Дорогие друзья, всем привет, спасибо за ожидание. Я на самом деле все это время, вот это пауза между выпусками, я все это время здесь стоял и ждал, чтобы выложить вторую часть. И мы готовы вас опять смешить и знакомить с классными жителями или гостями столицы Москвы. Поехали! Ты из Москвы? Да, коренной москвич. Классно вообще. Чем вообще занимаешься? Брови делаю. Люди приходят без бровей такие, сделай брови. И такое бывает, да, лапеции там всякие, да. Девочки все делают. Я даже не знал, года три назад, что кто-то делает перманентный макияж. Для меня это было открытие. Ты думал, только мужики делают брови? Да. Вопрос, как москвичи называют приезжих? Русские. Я обожаю этот город. Это Ватикан. Москва это государство в государстве. Со своим папой? Именно. Ты знаешь, меня вообще нельзя спрашивать, потому что я привилась, я люблю Путина и раздаю Wi-Fi. Чем занимаешься? Хожу на кастинги, вот в пять часов сейчас пойду на очередной кастинг. Кастинг типа вот эти вот массовочки, пусть говорят, сидят так вот хлопают. И тебе обожаю. Говорят, он не прав. Из Калининграда приехали. Калининград, знаешь, где вообще находится? В Владивостоке? Вот, правильно, ты видишь, молодец, знаешь. Почему Скорпион, кстати? Я же Скорпион. Так все просто. Тогда у нас шоу должно называться шоу? Ну или Голая правда, как там вы называетесь. Голая Россия. Где вы столько красивых людей на пляже нашли? Ну ты же уехала. Ты сам монтируешься? Да. Я и сам снимаю. Офигеть. А мне потом дизлайки кто-то ставит. Дряни, твари. Перестанет ты делать. Свиньи. Можно немножко с вами пообщаться, если вы не против? Ну естественно. Нахрен мне тут говорить что-то в микрофон. А чем ты интересуешься? Музыка очень. Тема, знаешь, какая у нас? Музыка. Музыка? Представляешь? Ну ты врешь. Я же вижу. Да нет. Ты же москвич. Ну не совсем. Ну ты давно здесь живешь. Ну давно живу. Ну что вот внутри? Вот что внутри у москвича происходит? Москвич он никогда не расскажет, что у него внутри происходит. Настоящий москвич. А может за этим следуют последствия? Вот все, что я скажу, до свидания. Серьез, серьез? Не, не, расскажи, что у тебя на лице. Интересно просто. Это татуировки. Вот это ты родился, обычная четверка. Это ты взрослый. Перевернутая четверка. Четыре мое число. А это зеркальная четверка и перевернутая четверка. Это ты уже постарел, а это бесконечность. Это ты уходишь в бесконечность. Треугольник. А как понять, какое число? Там как-то складывается. Родился ты и остальное. Я посмотрел, мне кажется, тоже четыре. Но я брал четыре число, потому что я как-то зашел в ванну. Там что-то делала игровая кость. Я такой, бог, если будет четыре, то сделай так, что все мои цели, они как бы сбылись. И кидаю там четыре. И с тех пор я четыре мое число. Вот первое тату. У тебя когда-нибудь был секс с четверым? Нет. И не желаю. Телеканал Рифма ТВ. Ты где? В Москве. Где? В Москве. Молодец. Добрый день, телеканал Газманов ТВ. Что ж ты бросил, коня? Спасибо, удачи. Все, ты выиграешь. Спасибо. Добрый день, телеканал Путана ТВ. Всем даете? Нельзя снимать. Все, всем даете? Путана ТВ. Да, да, Путана ТВ всем даю. Добрый день, телеканал Тамада ТВ. А сейчас слово предоставляется невесте. Телеканал Горько ТВ. Поцелуйтесь. Все. Поздравляем вас. Спасибо. Телеканал Соцопрос. Ваше мнение? Мое мнение, да. Я считаю, это вообще очень несправедливо, что вот такое вот происходит вообще в нашей жизни. Комментарий по этому поводу? Я думаю, что я согласен с утверждением. Пару слов о сложившейся ситуации. Я не услышала вопрос. Ваше мнение просто. Ваше мнение по поводу. Ну, типа, кто хочет, тот делает. Прокомментируйте как-нибудь, да? Положившуюся ситуацию. Положившуюся ситуацию могу прокомментировать так, что вот человек вообще абсолютно зажатый. Это очень несправедливо так вот, так вот молчать об этом всем. Соответственно, ваше мнение? Я думаю, что вообще вот так нечестно. Прокомментируйте всю ситуацию, которая произошла на ваших глазах, буквально. Какая-то дичь непонятная. Это уже было ваше мнение, да? Да, это тоже мое мнение. В принципе, нет, еще есть одно небольшое дополнение, как бы, я считаю, естественно, можно было наконец-то подвести какой-то итог вот всей вообще этой ситуации и не скрывать правды полностью. Вы заметили, да, что он прям держится за это интервью? Да, да, это весело, не смешно. Все, спасибо, парни. Я ведущий свадеб, поэтому детей побольше вам, горько. Телеканал ЦОИ ТВ, песен еще не написанных сколько? А вы задумайтесь. Не знаю, я же вам вопрос задаю. Это моя игра. Это моя игра. У нас просто ЦОИ ТВ, тематический канал. Жив? Конечно. Как вообще у вас с настроением? Плохо. Почему? Вы же улыбаетесь. Я улыбаюсь, потому что я тебя увидел, но я уже улыбаюсь. А потому что в Москве, мне кажется, многие маски носят, да? Ну, я имею в виду, что типа... Вот именно, а я маску не ношу. Вот душа, а вот сердце. Куда сердце вы показывали? Куда сердце показали? И все оно, что есть, то оно есть. Я вот так, как она есть, так и говорю. Что-то хотите обратиться? Люди же посмотрят, какой-то месседж. Да, бога ради, ну, обратиться нет, не хочу. Сколько нужно зарабатывать в Москве, чтобы чувствовать себя комфортно? Минимум 15 тысяч хотя бы вместе с... 15 тысяч рублей. Да. И в целом комфортно, ни в чем себе не отказывать. Да. Можно вам просто руку пожать? Просто. Классное настроение у вас, да? Да. Мне сказали, что стоять на месте нельзя, нужно двигаться. Правильно. Погода, аллилуйя, светит. Вы с вами москвич? Конечно. Чем занимаетесь? Гуляю, отдыхаю. Пока зима не настала, зима буду работать. А почему все суетятся, все куда-то же бегут? Я это познал. Да? Ты тоже познал. Какая у вас цель в жизни? Дерзать. И быть дерзаемым. А вы не хотите пойти на какое-нибудь шоу, танцы? Может, пройдете кастинг, выиграете что-нибудь? Я и есть кастинг. Нафиг мне кастинг. Вы и есть кастинг? Да, я и есть кастинг. Да, аллилуйя. Есть какое-то самое фирменное движение, мощное? Мы на этом закончим. Все, крутимся, вертимся в Москве. Я понял. Подожди, меня не лезут. Или мы уже говорим? Нет, мы курим пока. Так, стоп. Я тоже наушник надену, типа я тоже модный. Отлично. Как в Москве подняться? Все легко и просто. Идешь на рынок, покупаешь лестницу и поднимаешься. Только нужно знать, где эту лестницу ставить. Вот. Вот. Во-первых, сударь. Сударь, да. Сегодня наш ресторан кормит гостей абсолютно бесплатно. В Москве не бывает ничего бесплатного. Нет. Бесплатный сыр, он знаете где? Нет. Сегодня абсолютно всех кормят бесплатно. Но за это? Все. Нет. Нужно отдать свою квартиру? Нет. В чем подвох? Чтобы люди узнали, что это вкусно кушать. А, это поэтому такая очередь здесь. Давай посместимись, Виталик. Покажи очередь. Вы забыли кое-что учесть, что придется ждать 5 часов. Нет, не отдается ограниченное время. Там 20-30 минут, чтобы пообедать. Мои бывшие все девушки говорят, что 20-30 минут для меня это мало. Ну, я вообще за 5 минут ем, если это особенно вкусная еда. Да, пьет. Кто из девушек не жалуется, что вы 5 минут всего едите? Кстати, жалуются. Я поел и уже другими делами занимаются. Они все... Не, не, вы едите всего 5 минут, но вы можете несколько раз поесть за день. Я вообще кушаю 4 раза в день. В чем секрет успеха? В чем секрет успеха, на самом деле, в жизни это упорство. Если человек любит общаться с людьми, значит пусть он общается, ему это общение и не только деньги принесет и так далее. То есть, если человек умеет общаться, то это ему рано или поздно принесет деньги? Ну, конечно, любому человеку. Тогда с вас 5 тысяч рублей за общение? Согласен, вопросов нет. Вы в нашем видео еще рекламу сделали, так получается с вас 10 тысяч уже? Блин, мне кажется, я еще 15 минут поговорю и вообще я свою квартиру тебе дам. Добрый день, телеканал Стояк ТВ. С утра уже, да? Да нет, я так подошел. У вас есть какая-то цель в жизни? День, как говорится, прожили и ладно. Учиться, работать, как обычно. На кого учитесь, если не секрет? Учусь, как и положено на юриста. В чем ты лучше всего разбираешься? Видимо, в научной фантастике 50-х годов 20-го века. Круто. Какой-то интересный факт, который явно вот мы не знаем. Ну, вообще, так что пока не знаю. А как вообще в Delivery нормально платят? Да я не знаю. Но в Яндекс не думал переходить из Delivery в Яндекс? А, вы про куртку? Слишком простая шутка была, да? Какая-то шутка, которая тебя повеселила. Я просто повторю, как будто бы это я придумал. Надел мужик шляпу, она ему как раз. А это абсурдный юмор. Шутка в отсутствии шутки. Все, тогда я и повторяю ее? Конечно. Давай, типа, как будто я выхожу из кадра и еще раз захожу. Добрый день, телеканал Юмор ТВ. Надел как-то мужик шляпу, она ему как раз. Смешно. Давно здесь живете, может быть? Да, 6 лет. Вы приезжали в Москву в таких образах? Ой, ну, я всегда так одеваюсь. Типа, у меня такой довольно-таки... 6 лет вообще не переодевалась? Чем вы сейчас занимаетесь? Мы танцуем хип-хоп. Вы когда-нибудь танцевали хип-хоп в тишине? В тишине. И мы потом даже не наложим вообще никакую музыку. Просто будет тупо тишина. Друзья, ну и закончим снимать. Мы наш выпуск на фоне главной достопримечательности Москвы. Пробка, разумеется, я про нее говорю. Напишите в комментариях, вообще кайф ли вам был посмотреть выпуск вот из столицы. Потому что если будет кайф, то мы постараемся чаще приезжать. Подписывайтесь на канал Руздат. Ставьте колокольчик. Ставьте лайки. Ждем ваших комментариев. И не ставьте дизлайки. Не будьте какашками. Спасибо большое, что смотрите. Мы ради вас, видите, так вот выезжаем. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова